Рыбное блюдо Сегодня я буду готовить рыбное блюдо. Здравствуйте! Сегодня я буду готовить салаку в томате с овощами. Вот у меня салака. Предварительно я ее помыла, отрезала голову, хвостики, солью, перцем обработала. Теперь выкладываю, вмакиваю в муку и выкладываю на сковородку. Обжариваем ее. Обжариваем ее недолго, буквально чтобы схватилась мука. Еще мне понадобятся луковицы, у меня 4 штучки луковицы, одна хорошая морковь крупная, 2 зубочка чеснока и картофель. Пока у меня будет обжариваться моя салака, у меня стоит рядышком сковородка, на которой я буду обжаривать лук и морковь. Так, быстренько это все стараемся делать, но в то же время аккуратно, чтобы не обжечься. Это блюдо можно будет кушать так и горячим, можно и холодным кушать. То есть, блюдо впрок. Так, у меня обжаривается салака, добавляем огоньку и теперь приступаем к овощам. У меня сковородочка уже вот здесь вот стоит рядышком нагретая, поэтому я полукольцами лук быстренько нарезаю лук. Лук у меня обжаривается, тем временем я натираю на крупной терке морковочку. Салака у меня жарится. Морковка с сучком у меня обжарились, я отставляю пока. Беру другую емкость и делаю такую красивую-красивую подушечку. Тут картофеля, тут у меня два зубочка чесночка и морковь. Морковь у меня осталось, я не дотерла, чтоб пальцы не повредить. Добавила сюда все, беру я свою мойвочку, ой, мойвочку, салаку. Вот она у меня буквально чуть-чуть обжарилась. Это достаточно. Я выкладываю на нашу подушку, ранее приготовленную. Также очень аккуратненько, потому что это все горячее, конечно. Все с пылу с жаром. Пока у меня жарится следующая партия. Этот лук, который у меня обжарен с морковочкой, я выкладываю наверх. То, что я говорила с мойва, дело в том, что мойва точно так же можно делать. Тоже получается очень вкусно. Так, укрываем. Мы нашу рыбку делим. Вот сколько у нас слоев, где-то на 2-3 части мы разделили нашу морковь с лучком. Так, ждем следующую партию. Это у нас поджаренная. Здесь у меня 2 столовые ложки томатной пасты, 200 грамм воды и столовая ложка соевого соуса. Это все я заливаю в нашу подготовленную салаку. Так, все укрываю ее фольгой и отправляю в духовку минут на 20-25. Если хотите, чтобы она была больше, такая прям распаренная, минут на 40. Ей будет достаточно. Все, отправляем в духовку. Итак, поставила у меня в духовке 40 минут наше блюдо. Вот оно получилось такое румяное, красивое, протушенное. Так что сейчас будем дегустировать. Я буду очень рада, если вам это понравится. Это получается вроде бы не очень-то и сложно, но в то же время очень вкусно. Так что пробуйте, я буду очень рада. До свидания.